В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги этого дня. Петиция об отмене приказа о военном учете женщин набрала более 25 тысяч голосов. Напомню, 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны о зачислении на военный учет женщин возрасте от 18 до 60 лет. Это вызвало немалое возмущение общества. Фактически распоряжение расширило список военнообязанных. К примеру, там уже были женщины-медики. После этого в минувший четверг появилась соответствующая петиция. Теперь обращение должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский. Из-за непогоды в Одессе не мог приземлиться самолет из Стамбула. По данным сервиса отслеживания полета Flyradar-24, пассажирский борт турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в 11.00 должен был приземлиться в Одессе. Однако снег и облачность внесли свои коррективы. Капитан воздушного судна не смог совершить посадку и направил самолет назад в международный аэропорт Сабиха-Гикчен в Стамбуле. Попытка побега из Одесского СИЗО закончилась огнестрельным ранением. 34-летний житель Харьковской области, подозреваемый в наркопреступлении, решил Новый год встретить на свободе. Около 7 утра в воскресенье его заметил дежурный. Подследственный бежал к стенам следственного изолятора. Ни на требование остановиться, ни на выстрел в воздух мужчина якобы не отреагировал. В итоге дежурный ранил нарушителя режима в ногу, его госпитализировали. Теперь мужчине еще за попытку побега грозит до пяти лет за решеткой, а вот действия постового оценит ГБР. Пять человек пострадали в результате опрокидывания маршрутки на Николаевской трассе в районе села Мещанка. Водитель пассажирского Мерседес Спринтер, который двигался в сторону Николаева, не справился с управлением из-за гололеда и выехал на встречную полосу. В результате маршрутное такси столкнулось с автомобилем БМВ от удара. Водитель микроавтобуса вылетел через правую дверь, а сам Мерседес перевернулся. Двух пострадавших водителей и трех пассажиров Спринтера, среди которых один несовершеннолетний, доставили в больницу. Сразу четыре автомобиля, в том числе патрульные, столкнулись на склонах у пляжа Дельфин. По словам очевидцев, аварий было несколько. Первое около 10 утра, когда с Hyundai на повороте к парковке столкнулась Audi. Затем в них въехала машина патрульных, которых водители вызвали на место ДТП. Да, через полчаса уже в три стоящего автомобиля врезалась Toyota. Я так понимаю, что здесь была запракована машина вот эта. Первая, я красная? Да. Да, и? Да, потом Audi. Ну и потом, когда Audi уперлась в Hyundai, они вызвали патрульную службу. Ну и патрульная служба, я так понимаю, тоже самое. Уъехала в Audi. Так, а вы, получается, следом? Да, я, получается, сюда подъехал, подъехали, да, но уже там, получается, в той стороне уже было так скользко, что ее невозможно было остановить. То есть мы вообще ехали там пять километров. И все, и уперлись в эту машину. К счастью, в аварии никто не пострадал. Главным фактором ДТП участники происшествия считают гололезицу. Мы ехали вот по дороге, уже было вот здесь скользко, но уже не вернешься. И вот ехали, я уже говорю мужу, давай едем по прямой, потому что, ну, уже увидели. Но здесь уже настолько было скользко, что мы даже не собирались ехать, ну, влево поворачивать. Нас понесло, думали, может, как-то бордюр нас остановит. Ну, уже было три машины, никто не чистит. Вот сейчас полицейские говорят, что коммунальщики отказались приезжать. Мы вот своими силами, водитель одной машины, купили соль и рассыпали. Сейчас вот супруг тоже с другом. 204 iPhone 13 Pro Max стоимостью 7 миллионов гривен обнаружили пограничники. В Международном аэропорту Одесса телефона в четырех чемоданах пытался незаконно провести украинец, возвращавшийся из Объединенных Арабских Эмиратов. Чтобы не платить пошлину за ценный товар, мужчина выбрал зеленый коридор. А на все требования правоохранителей по осмотру вещей якобы отвечала агрессия. Гаджеты все же изъяли. Теперь еще из-за злостного неповиновения нарушителю грозит от массив 150 до 1700 гривен штрафа. Исправительные работы или 15 дней ареста. Еще 83 жителя Одесской области запалили ковид-19. Об этом сообщают в Минздраве. К счастью, за прошедшие сутки обошлось без погибших. Между тем, в Украине еще почти 1900 новых случаев. 133 человека скончались. В целом коронавирус диагностировали у почти 240 тысяч жителей региона. За все время пандемии более 5500 умерли от осложнений. Документальную ленту о детях репрессированных крымских татар «Верните моего папу» презентовали в Одессе. Авторы уже подали заявки на участие проекта в 12 международных кинофестивалях. Сам 20-минутный фильм рассказывает истории пяти крымских мальчиков и девушек, чьих родители арестовали в Крыму по политическим мотивам, говорят продюсеры фильма. Пока документалку планируют показывать политикам и дипломатам разных стран мира. Мы этот фильм планируем показывать на различных сайд-эвентах в рамках международных мероприятий. ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы. Мы выстроили следующий подход. Дети рассказывают, рисуют рисунки. И на основании этих рисунков полностью создается анимационное сопровождение. То есть то, о чем думает ребенок, то, что чувствует ребенок. И на самом деле, исходя уже из опыта показа данного фильма, у многих людей появляется комок в горле. По условиям международных фестивалей авторы не могут выкладывать фильм в интернет или транслировать его в кинотеатрах и по телевидению. Поэтому для широкого просмотра кино обещают сделать доступным не раньше лета следующего года. И таким увидели этот день корреспонденты седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону. 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин